Первый вопрос. Убежище в Мексике. Залог, этапы, сроки ходатайства. Убежище через Мексику. Очевидно, имеется в виду именно убежище для тех, кто пытается перейти через Мексику. В общем-то, если нет для этого достаточно серьезных причин, я обычно стараюсь людей отговорить от такого ценного сценария. По поводу залога часто возникает вопрос, можно ли выйти из этого лагеря под залог. Значит, залог предусмотрен только для тех людей, которые находятся на территории США. Человек, который оказался арестован при пересечении границы США, он не считается на территории США. На него не распространяются конституционные гарантии Конституции США. Соответственно, его освобождение находится полностью в ведении депортационного офицера иммиграционной полиции Айс. Депортационный офицер может принять решение выпустить человека без залога. Депортационный офицер может принять решение оставить человека в тюрьме без права выхода под залог до решения суда. Данный вопрос не относится к компетенции иммиграционного суда, судья не имеет права решать этот вопрос. Суппорт, поддержка близких родственников, общественных организаций, письма и так далее в адрес иммиграционного офицера АЭС помогут? С точки зрения иммиграционной полиции, чем они руководствуются? Человек, который приехал в Америку, если его выпустят из тюрьмы, ему нужно за что-то кушать. Поэтому иммиграционная полиция считает, что если у человека нет прочных связей с Америкой, нет людей, которые готовы обеспечить ему дом и стол, то ему лучше находиться в тюрьме, потому что там, по крайней мере, крыша над головой и питание. Поэтому если у вас нет близких родственников, если нет ходатайств от какой-то организации, практически 100% гарантия, что вы будете находиться в тюрьме. Понятно. Эти формы, они отправляются непосредственно офицера АЭС, да? Да, это переговор нужно вести непосредственно с иммиграционной полицией. Понятно. А какие этапы после того, как человек арестовали на границе, что с ним происходит? Значит, после ареста на границе его этапируют в ближайшую иммиграционную тюрьму. Если мы говорим о Техасе, то, скорее всего, тюрьма в Техасе будет перегружена. Очень многие люди из Техаса попадают к нам в Денвер, в Колорадо. Да. Вот. Значит, первое, что происходит, происходит слушание перед иммиграционным офицером, который решает, есть ли достаточное основание и полагать, что у человека вообще есть основание получить убежище. Значит, это слушание проводится именно административное слушание там, в тюрьме. Об этом составляется отчет, который в дальнейшем передается в суд. Значит, отчет может быть двух типов. Либо иммиграционный офицер заключает в том, что, возможно, у человека есть основание, и тогда намного легче работать в иммиграционном суде адвокату. Либо офицер может прийти к выводу, что у человека, скорее всего, нет оснований. И тогда эту презумпцию передались будет достаточно сложно в суде. Значит, также на этом же этапе решается вопрос о выпуске из тюрьмы. Обычно от момента ареста до проведения этого слушания проходит около месяца. Затем дело передается в иммиграционный суд. Значит, если слушание прошло не в вашу пользу, то возможен пересмотр это вопрос с иммиграционной судьей. Но это получается масло масляное, потому что судья все равно потом будет рассматривать ваше дело. И, скорее всего, это будет тот же самый судья. Значит, затем дело передается уже на рассмотрение по существу. Значит, проводится несколько предварительных слушаний. И затем судья назначает основные слушания по сути дела. Значит, предварительное слушание обычно занимает месяц-два, пока дело готовится. Основные слушания назначаются через 4-6 месяцев после предварительных слушаний. Понятно. Кто участвует в судебном процессе? В судебном процессе участвует сам ответчик, человек, который ищет возможности остаться в Соединенных Штатах. Он имеет право пользоваться услугами адвоката, но адвокат не предоставляется за счет государства. Это его проблема человека, где он наймет адвоката. Также в суде могут присутствовать свидетели. Значит, суд обычно проходит на территорию миграционной тюрьмы. Соответственно, режим допуска туда достаточно жесткий. И, в частности, люди проходят обязательно проверку по линии безопасности, прежде чем их вообще допустят в зал суда. А, переводчик еще также, конечно, участвует. А так, прокуратура, например, или еще? Соответственно, с другой стороны, присутствует представитель департамента домашней безопасности, значит, представитель миграционной полиции, который поддерживает требования депортации человека. Понятно. Второй вопрос – это смена статуса, стур, визы на территории США на рабочую, студенческую, на К-1 и так далее. Субтитры создавал DimaTorzok